здравствуйте дорогие слушатели и зрители сегодня у нас будет последний урок этого года наши еженедельные уроки главам торы недельная глава не цавим глава начинается и вы стоите сегодня перед господом не цавим значит стоите эта глава была сказана мой шарадейну в последний день его жизни созвал созвал весь еврейский народ и он сказал все вы стоите сегодня перед господом богом нашим то перечисляется начальники ваши коленах ваших старейшины ваши надзиратели все израильтяне малолетки ваши жены ваши пришелец секущие дрова черпающие воды длинный список так это очень интересно приводится вот этот длинный список и начинается со старейшин великих вождей колен и в конце малолетки дровосеки если чтобы замечательное объяснение в резком народе есть разные конечно уровни есть разные слои населения но когда мы все находимся то чего начинается сегодня вы стоите перед господом богом со мнением с богом настолько все маленькое сказать что-то как муравей перед слоном это все-то даже смешно поэтому приводится что да между нами есть конечно разница есть которые больше меньше выше но очень сказал мы сейчас все стоим перед господом богом господом богом и поэтому надо не обращать внимание на свою как чем я больше кого-то чем я меньше последнюю с богом и практически практически мы все одинаково перед богом это не значит что мы муравей нет всевышний нас любит много раз уже говорили всевышний каждый еврей так как отдельная звезда каждый еврей имеет свою важность и поэтому предверью шашана верю шашана когда ты даже жена написано что все евреи пройдут между все перед всевышним написано что все приходят как как стадо овец приводится пример стадо овец которая проходит мимо пастуха и все мы будем проходить у нас меньше недели дорожа шана иногда человек когда ему говорят евреи ему говорят ну-ка пару дней дорожа жена надо собраться надо делать свод постараться зарекомендовать себя и люди надо думать ну я со своим падежда шаровейные спеши и цадыки им праведники я буду как примкнувшийся к ним лучшем случае знать а потом крепнувшийся к ним ни в коем случае предверью шашана каждый еврей это что-то очень великое что-то очень значит значимое опять-таки надо понимать перед кем мы будем стоять мы будем стоять перед всевышним поэтому надо конечно не вдаваться в большую гордыню какое великий всемогучий но надо помнить что каждый из нас несет какую-то большую роль рассказывать интересную историю эту историю опять-таки как бы еврейская классика когда один раввин на приехал в город он никому не рассказал какой большой раввин небольшого просто пришел городскую синагогу и стал начал молиться за столом и он слышал как его сосед местный еврей молится прямо плачет всевышний всевышний прости меня такое ничтожество я такое я прах земной не наказывай меня я такой низкий и этот раввин прям был удивлен приятно удивлен смотрите какой еврей скромность какая скромность потом этому еврею далее ли его вызвали кторе и ему далее вы вызвали торе когда вызыва кто это большая почесть как бы куда будет любая вещь когда кторе вызывать но почему-то этому еврею не понравилось то ли у которой мы дали ему дали не самую престижную ли и он начал кричать на габаев синагоге на габаев говорит как вам не стыдно км что он не вообще вызвали я какой-то сапожник что мне так вызвали и так далее друг тот же самый еврей который о себе говорил вот я ничтожество друг как другой человека его как подменили и этот раввин который в гостях вас спрашивает слушайте вы же только что говорили вот такие высокие слова он говорит конечно по сравнению с богом я ничтожество все такое но этот габаев как вообще ужас здесь такое понятие что иногда человек забывай да перед всевышним и такие а перед нашим соседям надо конечно понять понимать что мы мы да мы стоим перед всевышним мы приходим в этот суд на реконструироваться на себе надо быть частью великого еврейского народа тоже вся книжка приводится что мы все приходим когда мы приходим как часть этого единого еврейского народа у нас значительно больше шансов быть записаны хорошую книгу и должен быть баланс то есть тоже мы баланс одной стороны какие мы хорошие какие мы велики с другой стороны не надо не надо заниматься это очень важный это очень важный баланс мой шарабей но когда давал эти последние заключительные слова он тоже опять-таки он говорит все вы стоите сегодня перед господом комментарии говорят предыдущая недельная глава себе несла много-много проклятий предупреждений евреи когда они услышали все эти проклятия которые придут за непослушание они по 5 они испугались и так далее на что мой шарабейн им сказал не пугайтесь слушайте уже 40 лет мы пусть по пустыне ходили сколько раз мы не вели бога мы поступали неправильно и слава богу все мы стоим сегодня перед господом богом со всеми нашими грехами со всеми нашими проблемами поэтому машина говорит не переживать комментарии говорят проще недельной главе мочи ребенок пытался всех запугать рассказать страшное проклятие что будет если будете не слушаться запугать 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 а потом говорит знаешь недельная грубо говоря ничего страшного все порядка все хорошо что как понимать слова мой шарабей ну ответ как бы напрашивается ответ который комментарии говорят что должен быть баланс опять таки должен быть баланс человек не должен сильно концентрироваться на своих грехах на свет недостатках с другой стороны человек не должен их забывать то есть должен этот баланс неправильно говорить ну там же простите все будет хорошо ну что ваша наша простит очень часто люди которые говорят что ашем простит они очень далеки от всевышнего и тяжело сказать что знаете они посоветовали со всевышними они вам говорят есть есть геморраги мара и страшные слова что человек который говорит что человек 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 что бог простит а бог простит такая фраза в гемора что ему простят годы его жизни такого человеку взял года его жизни сама без обfish обещали на небесах дать ему 120 ему растет пару лет что не будет жить страшные слова идея такая что должен быть баланс ни один грех никуда не девается во всех них написано если человек сделал какой-то грех да не потому что всевышний много раз мы говорили хочет такой злой просто мы всевышний должен был создать создать мир которым есть правило и никакой маленький большой грех нет не улетучивается с бараха шаев есть такая вещь как чувак то есть грех можно стереть если мы что-то делаем со всеми что можно договориться из правила есть правило как каяться разные уровни есть со всевышним можно договориться это по-хорошему но просто так если люди думают что поскольку это я сделал много лет назад наверное там уже в небесной канцелярии но все уже знаете все потеряно да так рукописи не горят если кто-то что-то неправильно сделал и он не раскаялся ничего не принимают какие-то усилия но там остается преддверия шашина ем-ки-пура это надо помнить но если просто вот из положений на просто со всевышним в прямом смысле надо договориться интересно что в конце прошлой недельной главы когда написано было про все эти проклятия после всех проклятий написано вот слова завета который господь велел моешь установить с нами израиля в земле моав подчеркивается что все эти проклятия были сказаны в земле моав кроме союза который он заключил с ними при хорове главе написано что было как бы два союза один был заключен в стране моав другой вместе кто называется хоров очень интересно что такое мама мама на самом деле это есть такой народ мая витяне откуда берется слова мая витяне моав дочка лота забеременела от своего папы и нас его сына так и назвала от папы моав об оба все наши израильские зрители конечно знают оба 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 это папа так моав это от папы мало называется папы так а хоров местность хором называется хоров от слова хурбан разрушение что плохое так интересно в торе написано что есть два союза со всевышнего все эти проклятия одни проклятия были написаны и сказаны в месте кто называется моав который дословно местность называется от папы от отца кроме союза который был создан с евреями в хоров это место то называется разрушение опять-таки есть баланс все эти вещи которые всевышний спаслась одной стороны надо не забывать что любая вещь которая случается в вельском народе с индивидуумом или северским народом как с народом все происходит от всевышнего значит это моав дать от всевышнего и люди которые мы да понимаем и не понимаем это любящий отец но иногда нам кажется что это хоров что это разрушение и предъявляешь жена когда мы молимся и просим всевышнего и многие люди могут посмотреть на прошлый год сколько всего произошло ты надо не забывать что с одной стороны это моав это отца с другой стран это хоров человек с этим балансом должен подготовиться встретить новый еврейский год в этой же недельной главе написано теперь как все ты верить короткая недельная глава интересно только 40 предложений но ниже сразу и написано что теперь делать потому что под конец недельной главы написано ибо заповедь это теперь спор многие говорят что заповедь это имеется заповедь раскаяния заповедь возвращения есть специальная митва по многим мнениям исправить свои грехи то есть всевышний понимал когда он создавал этот мир он понимал что люди они не безгрешны у людей будут ошибки ты само собой разумеется всевышний понимал что будут ошибки и поэтому была создана такая концепция была такая вещь создано как тшува в нашем комментарии говорят, что оно было создано еще до создания мира, то есть мир без этого не смог бы существовать так тут в нашем деле в главе написано ибо заповедь это то есть чува есть другие комментарии, которые объясняют по-другому я выбрал именно этот комментарий ибо заповедь это, которую заповедует тебе ныне, не недоступна она то есть она не такая сложная для тебя, и недалеко она то есть говорит Тора, сама Тора говорит простая заповедь, раскается все очень просто не на небе она, чтобы сказать кто туда достанет, не за морем она все очень просто раскается, очень просто в конце написано и весьма близко к тебе в устах твоих в сердце твоем чтобы исполнять его, так вот эти три шага очень важных шага в устах, в сердце исполнять чува, есть очень много книг написаны как действительно практический человек после всех этих разговоров он осознал свои ошибки теперь он хочет исправиться у каждого человека есть какие-то ошибки маленькие, большие человек хочет исправиться первое дело человек это желание в устах хотя бы сказать всевышним что да, я грешен если человек осознает ошибки потом сердце человек должен предчувствовать это и потом умеет это делать человек должен делать не просто если человек будет говорить ой, я такой плохой ну что теперь поделаешь вздыхать и так далее человек должен делать делать побольше хорошего и делать поменьше плохого на самом деле чува это смеетная легкая митсва и другие комментарии говорят как можно сказать что легкая митсва ведь полностью раскается полностью истерегиях и приводится иногда надо поститься надо надо долго читать всякую литературу это не так-то просто и написано что практически законе интересный закон что когда человек сделал условия он себе он хотел осветить себе жену называется кедушин то северская свадьба обычно нормальные люди как делать северская свадьба человек берет кольцо парень берет кольцо надевает девушке кольцо обручальное говорит ты будешь моей женой мазал то да это парень он решил быть какой-то более интересный и он сказал я что было моей женой но с одним условием что я в садик то есть он приходит пришел парень на дело же девушке кольцо и говорит если же самая женой с условия что я царик что я правильник теперь что если ты парень мы знаем что ничего не соблюдаю и не буду вдаваться подробности как понимать эту фразу ничего парень ничего не соблюдаю и почти все нарушает этот парень серьгой и так далее с хвостом с татуировкой не знаю представьте себя как как вы сможете представить и вот он приходит девушке говорит надевая пальцы говорит что я тебя хочу осветить на женой с условием но с одним условием что я правильник я царик по идее эта девушка не становится ничьей женой это в глупости все какой он какой он царик какой он правильник говорится в геморре приводится в шелханарух что надо ей теперь надо если она хочет уйти от него ей надо развод почему какой геморр а вдруг мы подозреваем а вдруг этот парень в глубине души раскаялся то его знает никто не знает мы не уверены что да то да мы не уверены но мы думаем вдруг он раскаялся еще раз я вижу какой рассказ и где он раскаялся комментарии говорят отсюда что есть две разные совершенно два разных понятия очень интересно чем и очень важно знать одно понятие когда человек хочет полностью стереть свой грех у какой-то человеку какая-то ошибка человек что-то по глупости сделал ошибки молодости это можно назвать оступился как хотите так и называть его хочет исправить стереть это длинный процесс стереть это есть приводится что должен раскаяться больше этого не делать надо принести во времена храма на было принести жертвоприношение это не так просто полностью стереть грех как будто ничего не было это не так то все просто теперь с другой вопрос кто сам человек какую партию записался он правильник или он наоборот плохой за белых или за красных да так для этого очень просто если человек хочет очень интересное понятие если человек хочет быть хорошим если мы его защитываем в цадике поэтому тот парень из нашей истории сам факт что хочет быть хорошим и он действительно искренне хочет исправиться он уже царик уже праве с другой стороны приводится наоборот человек который много заслуг и так далее но ему все это надоело он возможно считается как наоборот негодяй и злодей то же самое кстати приводится чтобы все долго жили написано что человек даже последний момент жизни как бы он эту жизнь не прожил но если последний момент жизни раскается он покидает этот мир как цадик не значит это не значит что все его грехи полностью бог сотрет и как будто ничего не было возможно зависимости на каком уровне как он сделал это раскание но сам факт человек последний момент из своей жизни он раскаялся значит он покинул мир как царь и шмейлис и помните у нас был наш дядя ешмаэль который если помню хотел убить исхака он не был прогнат его авраам прогнал из дому ешмаэль он не был положительный герой в торе но написано что когда перечислены эти самые дни жизни ешмаэля они перечисляются как дни жизни праведника написано что он вернулся к своим праотцам торга и что он праведник почему потому что как перед смертью он раскаялся поэтому кстати тоже важно что все долго жили одним из важных еврейских моментов очень важно чтобы человек последние моменты жизни когда чувствует что приходят его последние моменты жизни когда родственники это чувствуют это очень важно этот момент раскается прочитает эту виду и это не значит всегда приводится что больному говорят что не знаю что ты умираешь не зашему тебя хороним наоборот многие говорят что сам факт когда человек говорит эти слова обычно это ему дают наоборот силу дольше жить но тоже очень важно чтобы человек особенно последние моменты жизни человек прожил правильно и покинул этот мир царик рамбом интересно рамбом своих законов раскаяния говорит что есть два момента человеческой жизни когда человек должен раскаяться но вижу так что точно также интересные слова рамбом что точно так же как человек должен раскается перед смертью точно тоже чья должен раскаяться передOUR шашена очень интересное сравнение равном говорит отвечать и мы долго жили не �иничные personal and LEE плохие воспоминания но рамб вам хороший параллель правил он говорит что точно так же человек последний момент своей жизни обязан раскаяться Так перед рожьей шармана надо задуматься и раскаяться. Еще раз, это не так страшно, это не так сложно. Человек просто должен настроиться, за кого я хочу, куда я хочу, хочу ли я быть хорошим, хочу ли я быть плохим. И поэтому приводится замечательный пример. Представьте себе, что кто-то ехал из одного города в другой. Человек сел в машину и поехал из одного города в другой. Я не знаю, возьмем какой-то пример, что человек едет, например, он поехал из Москвы в Биробиджан на поезде. На поезде или на машине. Человек едет из Москвы в Биробиджан, то есть на восток. Он едет, 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 вдруг он видит большая стрелка, показывается там польская граница и финская граница. То есть он не в ту сторону ехал, все это время, вместо того, чтобы ехать на восток. Он ехал на запад, оказывается. Он в ужасе, что же теперь произойдет. И вот он едет, продолжает ехать, и в ужасе, и в панике. Он говорит, слушай, товарищ, во-первых, остановись и развернись. Первое, что ты должен сделать, когда ты уверен, что ты не в ту сторону все это время, и, кстати, такие истории бывают, может быть, не насчет финской границы, но бывает, что человек выезжает на магистраль, невнимательно посмотрел север-юг, запад-восток, и потом через полчаса он обнаруживает, что вообще не в ту сторону, совершенно не в ту сторону ехал. То есть каждая минута теперь надо будет наверстать. Так что первый раз, в первую очередь, надо развернуться. Развернуться на 180 градусов. Комментарии говорят, чувак, это когда мы разворачиваемся на 180 градусов, это занимает минуту. До сих пор моя машина ехала не туда. До сих пор моя машина ехала, я отдалялся, хасвашалом, от Бога. И теперь я развернусь. Так это очень простая мицва. Просто развернуться, и теперь надо хотя бы ехать в правильном направлении. И тогда человек считается цадиком. Теперь это еще длинная дорога. От того, что мы развернули машину, мы еще в бюро Бижан не попали. Вам еще предстоит длинная дорога. И дай Бог, чтобы Бог здоровья, чтобы Бог дал силы. Это человек, который в Рашашану придет к Всевышнему. Вы, наверное, слышали мой предыдущий урок. Когда говорится, что Рашашану мы приходим к Царю. Если человек действительно в Рашашану придет к Всевышнему и скажет, я хочу, действительно хочу быть хорошим. Так Всевышний, конечно, даст. Всевышний даст и силы, и здоровье, и нахо, чтобы помочь нам быть хорошим. То есть наша основная цель – это выбрать правильный путь. В нашей недельной главе в самом конце написано, что я перед вами дал жизнь и смерть. Предложил я тебе благословение и проклятие. Избери же жизнь. Избери бахарта. Видите, бахиру, да? Выбор. Помните, были когда-то, когда голосования происходили? Наверное, люди, которые старше мне еще, точно помнят. Были времена, когда происходило голосование. Все за, да? Раздержавшихся – нет, против – нет. Единогласно – все похлопают, да? Так это не были выборы. Но здесь, интересно, тут в Торе написано, как бы выборы. У человека право выбор. Или ты можешь выбрать жизнь, или человек может выбрать смерть. По идее, должно быть все единогласно. Вообще, зачем в Торе это было написано? Но иногда, то есть выбрать жизнь и выбрать смерть – это куда ты хочешь ехать. Какое твое основное направление? Куда ты едешь? И человек просто должен набрать, выбрать свое направление. Тогда даст Бог, раз уже выбрал это направление, Бог даст Бог. Даст действительно силы и желание. Но сам факт – желание – это самое главное. Желание – это самое главное. Приводится, когда хана, хана была матерью Шмуля. Кстати, об этом мы будем читать в Рошашина, когда хана вымолила себе, у ханы не было детей. Хана в Рошашина, она вымолила себе Шмуля. Это, кстати, была Рошашина. Мы это будем читать, это автора. Там написано, чудесная фраза, там написано, что хана пришла в храм и злить душу свою. Там так написано, чудесно. Это словно перевод – и злить свою душу. Что значит злить душу? Душа? Что такое душа? Где эта душа? Рассказывает один молодой человек, пришел к Равину и говорит, Рэб, что такое душа? Он говорит, ну где ты? Это что? Это твоя рука. Это что? Это моя нога. Это что? Это моя голова. Это что? Это моя спина. Так он говорит, так где ж ты? Ну это твоя голова, это твоя спина, это твои волосы, это твои ноги. Так а где ж ты? Я не знаю. Так ты – это вот и есть твоя душа. Да? Так что ж такое душа? Это наше желание. Так если душа у человека, так перед душой шаной мы хотим очистить свою душу, Мы хотим быть записаны как праведники. Душа есть очень много подтверждений, что слово нефеш. Нефеш – это подразумевается желание. Если человек правильно сделает свои желания, это самое главное. Теперь это недостаточно только желания, когда человек будет только на одних желаниях жить, никакой, ничего не делать. Просто я хотел бы, конечно, я хотел бы. Рассказывают тоже из еврейского факлера, когда был молодой парень. И у него, к сожалению, не было ни денег, ни жены, ничего не было. Он не знал, что делать. Ему говорит его знакомый, я тебе все, не переживай, все будет хорошо. Допустим, там его Изя звали, да, к примеру. Я тебе не переживай, мы тебе сейчас найдем дочку, дочку Ротшильда, ты будешь главой банка. Ты что, с ума сошел? Я бедный. Все будет хорошо. Этот молодой его знакомый звонит Ротшильду. И говорит, товарищ Ротшильд, я слышал, что у вас дочка на выданье. Да, конечно. Почему не взять вот этого Изю себе взять, а? Да, кто такой Изя, что не сравнивается. Как вы не знаете, кто такой Изя? Изя, его рекомендовали, он уже почти стал главой главного банка Вены. Да, главного банка Вены, глава главного банка Вены. Я подумал, да, может быть, Изя. Потом он повесил трубку, он позвонил в главный банк Вены, который тоже искал главу. И говорит, здравствуйте, вы там ищете главу банка, да, конечно. Почему вам не взять Изю себе назначен на эту работу? Кто такой Изя? Кто вы не знаете, кто такой Изя? Изя, это без пяти минут взять Ротшильда. Взять Ротшильда, взять Ротшильда, наверное, хороший человек, да, может быть. Повесил трубку, говорит, Изя, все дело сделано. А теперь туда-сюда. Почему же я хотел туда, он хотел туда, он без пяти минут так не работает. В реальной жизни мы понимаем, что Изя не станет, не женится на дочери Ротшильда, не станет главой банка. Ну, он хотел, он хотел, да. Так здесь тоже, да, желание это самое главное, но желание должно привести, приведено быть в действие, в реальные действия. Ну, просто жена, у нас времени мало, хотя бы. То, что мы должны, потому что жена, сделать наше желание, выбрать, хотя бы выбрать, хотя бы сделать выбор, выбрать жизнь. Вот эти слова, которые были написаны до этого, что это митцва, написано, что она не на небесах. Тоже интересно, она написана не на небесах, хорошо говори, что если бы она была на небесах, пришлось бы на небеса забираться, забираться. Так Хофицхайм, очень интересно. Хофицхайм, кстати, сегодня вечером, сегодня 24-е луля, это Йорцег Хофицхайма, 99-й Йорцег Хофицхайма, легендарная личность еврейского народа, еврейский народ очень многие обязаны этим этому великому раввину Хавацхай приводит на нашу недельную глупу интересный медвеж который приводит, что был такой раввин звали его Рабханина бендойса он несколько раз встречается в талмудической литературе Рабханина бендойса хотел привезти что-то для храма и он взял огромный драгоценный камень, огромный камень он вытесал его, подготовил момент в том, что камень был очень тяжелый и теперь надо было его как-то доставить в Иерусалим он пошел в порт попытался заказать корабль, слишком было дорого моряки попросили очень большую цену и у него не было достаточно денег у него не было достаточно денег он предложил этого, нет, было никаких денег и тогда он помолился Всевышнему Всевышний помоги мне, пожалуйста, друг ни с того ни с сего спустились ангелы и говорят ему ангелы ханина бендойса давай, приложи свою руку и дай нам свою руку поехали и они его вместе с камнем он как бы взялся, ухрутился за этот камень и эти ангелы вместе с ним перенесли этот камень в Иерусалим мэдрэш хамсхайм задает вопрос если действительно Всевышний хотел помочь ему если Всевышний избителен то зачем было мучить его нет, он должен был сначала пойти в порт торговаться с моряками искать корабль он его не нашел потом ангелы и даже уже ангелы тоже ему говорят ангелы говорят ну давай, давай, помоги нам давай, раз, два, три поехали что ангелы не могли без него уже поднять этот камень кавит хамсхайм, то что написано что, да, ты прав что человек, ангелы помогают но он должен сначала постараться то есть вот это желание, старание первый шаг он должен сделать потом Бог поможет очень-очень много историй когда молодые люди которые никогда, например, не учили Тора не приходят в Ешиву вдруг, интересно, некоторые годами сидят и ничего не получается а некоторые, друг, ни с того, ни с сего у них от нас все идет обычно это разница желание сколько у человека есть желание кстати, не только в Торе так и в других вещах тоже но особенно, когда дело касается Тор дело касается уровня и когда человек хочет стать хорошим очень часто, на удивление Всевышний очень часто поможет он пошлет ангелов он пошлет эти ангелы, кстати, могут быть в виде людей это может быть хорошие раввины это может быть хороший сосед может быть материальный кто-то поможет оно пойдет но в первую очередь человек должен приложить старание желание еще одна интересная история тоже 40 которые слышат они уже не медленно что более ближе к нам кстати тоже не на небесах рассказывать историю о и решива и решива смирщи восьми да и живой и расчешивая его своя шло берем вам рассказывать замечательную историю он один раз летел в самолете нужно писать дешевое место как как простые смертные в этом же рейсе в бизнес класс то есть или в первом классе там летел его ученик сверху или спереди его один из его учеников бывший выпускник и жива от мира там тоже летел его смотри ой мой родной любимый решива сидит понимаете этом узеньком сиденье и все такое он подошел к нему и говорит очень что вы знаете вы может вы хотите поменяться со мной местами я вам дам я вам дам я вам дам место в бизнес-класс и я с вами поменяюсь кстати приводит интересно приводит многие книга приводит пример что когда человек после 120 лет когда нужно туда попадает уже все уже поздно кается надо сейчас написано раз уже купили дешевый билет вы уже так и будете лететь а здесь нет повезло и приходит к шуму баром беремба моего ученик вы же жива вы хотите может поменяться там легче отдохнуть и так далее давайте поменяемся на что рыб шуму баром вам отвечает о да шалмалейхик это очень приятно скажи пожалуйста ты действительно хочешь мне сделать приятно когда конечно же я искренне повернулся к своему соседу немецкий человек сидел и почему бы вам говорили о здрасте хоть скажи пожалуйста вы бы не хотели сидеть в бизнес-класс конечно с удовольствием потом в своем ученику служа поменяйся с ним местами сядь возле меня мы будем вместе тумуд учить мне нужно хавруса мне скучно знаете одному тяжело с книгой сядь возле меня будем вместе учиться так если ты хочешь ты мне хочешь сделать приятно садись поехали да я не знаю ли этот ученик обрадовался не обрадовался бы бахарта бахаем то что написано выбери жизнь человек рапшуму баром бам мы знаем что он был гениальный человек он кстати он прошел через шанхай был бежал все шиво с мир то есть много чего на своем веку повидал и он понимал что важно действительно понимал да важно конечно отдохнуть важно неважно как вы летите в каком классе вы летите вы подешевле и подороже какие конечно только все прилетим дай бог чтобы наш полет продлился 120 лет чтобы все было хорошее чтобы не было этих воздушных ям ни у кого чтобы они ничего страшного не было да 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 звук секунд все все вместе вы прилетим вопрос процессе чем мы занимаемся выбрать жизнь то что он был бы он выложить и у меня сейчас возможность учить тору само собой разумеется любой из нас кто учил когда-то тору или талмуд знаю что когда вам с кем-то учиться значительно легче чем самому усказом ученику сэй возле меня будет вместе учиться человек должен это в карте бахаи то что уже недельной главе еще раз начало недельной главы мы видели что с одной стороны мы должны помнить что у нас да мы прошли через может быть проклятие да может были не плохие вещи может страшные вещи плохие вещи но мы все же слава богу бог дает силы и должен быть баланс не надо всегда думать о какие мы хорошие какие хорошие не надо всегда думать какие мы плохие я как это уже по моему рассказал пример чуба это покаяние раскаяния если вы годы если вы будете машину машине зеркала правильно зеркало который показывает что там сзади происходит если вы будете только на эти зеркала смотреть вы врежетесь если никогда они не будете смотреть тоже будет проблем так жизнь продолжается жизнь мы едем дальше наше наше прошлое надо вот эти зеркала надо иногда смотреть надо не забывать если грех никуда не улетучиться надо над ним работать надо раскаяться есть много литературы но надо констатироваться на будущем тоже что жизнь продолжается надо делать что-то лучшее особенно преддвери рожа шана я хотя несколько законов сказать действительно праздники рожа шана который начинается воскресенье вечером законов как таковых именно закон нет вот этих сложных законов которые большинство весит праздников имеет сложные законы какие-то митвы связаны здесь основная митва праздника это шефар шефар действительно это важнее чем все остальные обычаи все конечно еврейские обычаи очень важны но самое главное это послушать шефар принято что женщина тоже слушает мужчины это у них обязанность уже шефар женщины это обычаи но тем не менее женщины тоже почти все женщины идут синагогу если за человека нету возможности синагоги быть несколько часов или него есть сам возможность только вечером и только днем конечно важнее всего это пойти в синагогу узнать именно отрубление шефара разные из комментарии почему мы слушаем шефар какие причины основная причина это потому что бог так сказал из люди которые кстати не только с шефаром есть многие люди которые когда приходят соблюдение заповеди говорят ну я не буду что я бездумно буду что соблюдать там какие-то черные коробочки надеть какие-то ниточки носить я должен понять дать им какую-то литературу почитать прочувствовать всей душой это все хорошо да надо митву соблюдать всей душой но на первую часть соблюдать и поэтому первое что все комментарии говорят мы делаем мы слушаем трубление шефар потому что бог так заповедовал потом есть как минимум 10 разных объяснений некоторые говорят что там и трубим как трубили трубы когда царя коронуют есть который говорят чтобы нас разбудить есть которые говорят из которые говорят что нам напомнить когда тору давали на горе сина и тор на горе сина это тоже трубил шефар есть очень много разных комментариев интересно что перед трублением шефа общей принято есть обычаи посмотрите в макзоре кстати тоже подготовление конечно это посмотреть макзо просто немножко чтобы знаешь у синагоги происходит принято прочитать псалом перед трублением шефа принято прочитать псалом который был написан сыновьями короха его принято читать семь раз какие-то кавалитические объяснения опять-таки мы делаем то что сказано делать но при это семь раз прочитать псалом который был написан с сыновьями короха так раблияшев богословенной памяти говорить почему сыновья короха сам я короха не блатка история ниже с района поддерживали на самом деле своего отца корох там был бунт корр постал против мой же по идее его дети его поддерживали все время последний момент когда уже земля начала раступаться они спохватились и не раскаялись и всевышний сделать так можно сказать островок безопасности корох все его соратники погибли несколько его сыновей спаслись и они потом написали псалом говорит раблиянша на самом деле нас был уже почти целый месяц подготовления кроша жена мы сейчас говорим слегка некоторые люди постятся день дорожа жена нашли нам очень многие этого не делают но есть разные обычаи слегка от молимся 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 вечером жена мы едим мед и так далее и вот приходит шафар и человек говорит ну вот доброе утро шалом алейхин я пришел к всевышнему я целый год делал чуть только не делал весь год в один бог знает что я делал как я жил что я жил куда-то можно не отравлять сыновья короха даже можно человек должен последний момент если он должен очнуться и даже по своим всеми всевышним всегда готов когда не надо думать что мои грехи такие грехи это все это не про меня это такой греш eine все выше меня никогда не простит то что он горит начале урока что когда он по сравнению между нами это кто-то есть то больше и что меньше когда мы все по отношению со всевышним всевышний значительно величие наш все наши грехи подсоединяются всевышним это мелочи правильно опять-таки это не знаю что такие они мелочи никогда человек не должен никогда я не должен думать что у меня нету возможности раскаяться и поэтому мы читаем это псалом салом короха что даже за за минуту до отрубления в шапах можно очнуться и когда мы говорим очнуться это не просто значит сказать что все или все брошу значит я приду домой я буду другой человек нереально понимаете пошла же жена был позапрошлая жена через 10 дней не им кипур но хотя бы настроиться сказать ашам я хочу быть хорошим помоги мне быть хорошим помоги мне мир хорошим я действительно хочу и служит шафар эти трубления шапа чтобы действительно шапан нас разбудил это одно из объяснения шафара как я только что сказал есть много еврейских обычаев связаны все же жена жена вечером большинство евреи только первый вечер некоторые оба вечер но общепринятые обычаи первый вечер мы едим специальные сиваним специальные обряд мы кушаем самые классические это мы макаем яблоко в мед интересно почему мед можно было сахар макай да мед откуда мед берется но пчели на обычно пчелиный мед пчелы на самом деле они жалят пчела на самом деле это маленькая пчелка на может ужалить так надо не забывать что сладкие моменты иногда этих посредине года у нас есть вот эти маленькие чтобы их не было даже их не было знаете что-то нас ужалил тут там что-то уже а там что же какие-то мелочи которые нас немножко раздражают не нравится мы хотим чтобы с божьей помощью даже те вещи которые в наших глазах это был как укусы пчел пчел пчела пчелы уже чтобы за это тоже был мед и мы макаем и говорим сша на ту вам и такая хороший сладкий гостому если вы хороший сладкий не забывать человек тоже не можем весь год жить как попало и потом макнуть мед искал чтобы хорошо сладкий год теперь замечательно оно одно из объяснений кстати чтобы после того как человек взял яблоко макнул это мед и первым что сладкое тогда легче молиться это очень много вещей в еврейской религии которые в торе написано мудрецы постановили это символика которая нам помогает сосредоточиться символика которая помогает сосредоточиться чтобы сосредоточиться попросить бог так это символика рачах съел что-то сладкое вкусный мед до вкусный мед и теперь когда я буду просить сладкий новый год сладкого года я теперь знаешь какой сладкий так имя теперь у меня возможность лучше сосредоточиться главное это не какое вы яблоко купили красное или зеленое и сколько меда главное это маленькая молитва которая молитва которая с мы говорим миру цена фанаха себе и мы можно сказать что у нас было сладкий господом гамиung у нас было много заслуг чтобы у нас сперст забудь про наши грехи некоторые из этих молитвов начала Забудь про наши греки, что у нас было много заслуг И у него заслуги есть У него заслуги нет, потому что человек приходит Человек приходит и говорит Яшем, чтобы у нас было столько заслуг, как Семьи Чек в гранате Где же твои заслуги То есть, что я вам говорил до этого Желание Желание через желание Я хотел бы, чтобы у меня было много заслуг Я хотел бы И тогда Всевышний поможет Единственное, что Вы будете аккуратны вы так помолитесь помолитесь после жена вам звонят о вы знаете в вашем недалеко от вашего дома открывается новый урок торы там котаровин хочет начать урок торы приходите записывайтесь если вы таки будете хотеть быть хорошим надо быть готов действительно быть хорошим все это соблюдать все эти вещи все эти сладкие вещи чтобы у нас действительно был сладкий год есть некоторые изменения в молитвы основные изменения в первые три брахи швона и срывники из добавки третья браха заканчивается вместо того чтобы заканчивать мы обычно заканчиваем хоккел акадош бог святой мы заканчиваем мелаха когда что-то ошибется ошибся надо вернуться есть специальная молитва вину молкей ну митами молитва вину окей ну бог наш царь наш не принято говорить халель хоть это и праздник но это праздник со слезами на глазах да поэтому халель это халебная молитва мы не говорим не принято упоминать любые грехи очень интересно реза говорит грехи этот ем кипу в этот день мы пытаемся стать хорошими мы не конструируем наши греха мы хотим сказать все вышли я готов тебе служить поэтому нигде вражена практически вы не увидите если что там прости наши грехи чуть-чуть мы там упомянули практически про грехи мы ничего не говорим даже в основной молитве нету никаких вообще прось тут уже приводится что если вы хотите можно помолиться и желательно помолиться вопрос где приводится после шмана ясэ вот это амида который мы говорим на мариев шахар и сминху после того все прочитаю то что написано перед тем как вы делаете три шага назад там фраза юлы родствен им репи да будет угодны слова моих уст перед тобой вот перед этой фразой ю родствен им репи при того чтобы были угодны слова моих уст вы можете попросить всевышнего что что вы хотите не стесняйтесь это ваш отец у него понимаете вы его не не банкротите и все знаете наверно эту шутку когда два еврея стоят возле стены плача один выводит ашем ашем мне надо 500 долларов там и там 100 долларов 50 долларов мне на рядом стоит богач ашем пошли мне пожалуйста пять миллиона пять миллионов сушево 50 долларов не отвлекая ашема ошем så量 не отвлекаете вы ошема не не бумагой к你看 не стесняйтесь простить максимально когда мы просим просить надо ради бога вся наша молитва ради бога чтобы у нас были деньги для того что была возможность служить бог и у нас было здоровье чтобы у нас была возможность служить богу чтобы всё действительно чтобы был 충분ный сладкий хороший год стритно чтобы это тот год был когда мы удостоились прийти в храм, что уже написано будем про это больше, даст Бог может говорить в этом году, в будущий год написано, что Маше должен прийти год после Шмиты сейчас у нас заканчивается год Шмиты между прочим, последняя минута моего урока есть обычай узнать это вы должны будете узнать из своего раввина есть важный документ который есть то, что в Торе написано, что в конце года до Шмиты аннулируются все долги если вы кому-то должны то, конечно, здорово, но если вам кто-то должен то есть специальный документ который вы должны заполнить обидно, да? такой длинный урок был, самое главное в самом конце говорят если вы его не заполните, это другой вопрос что будет, но надо есть особый документ, который надо заполнить до конца этого года то есть до воскресенья чтобы ваши долги, если вам кто-то должен, не были аннулированы не забудьте благодать с раввином чтобы у нас действительно был сладкий, хороший год чтобы мы удостоились быть даст Бог в Иерусалиме в подстроенном храме шана, това, амитока спасибо вам за внимание Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»